Всем привет! В сегодняшнем видео расскажу о некоторых новостях января 2022 года. Их достаточно много. Субтитры создавал DimaTorzok Handshake Thief Hell выйдет уже 4 февраля вместе с началом предварительного заказа самого альбома. Первые два сингла Джисида Джисида и House of Mirrors вышли ранее и уже доступны на YouTube. Комментирую гитарист Майкл Эммотт. Без сомнения всегда непросто каждый раз поднимать планку как в написании песен, так и в продюсировании. И это может показаться немного сложным, прежде чем мы приступаем к делу. Но как только мы начинаем и полностью погружаемся в творческий процесс, нам действительно кажется, что в мире больше ничего нет и мы очень сосредоточены. И хотите верьте, хотите нет, но по большей части мы получаем массу удовольствия, создавая эту музыку. Создание нового альбома ничем не отличалось. Мы снова отгородились от внешнего мира и влюбились в художественный процесс. Я считаю, что на этот раз мы использовали несколько действительно интересных музыкальных и лирических тем, некоторые вещи могут даже показаться странными, сохраняя при этом все характерные элементы группы. В конце концов, это Arch Enemy на полной скорости и мощи. Также у группы на 22-й год запланировано множество живых выступлений, в том числе и в рамках нескольких крупных фестивалей. Цитата Майкла Эммета. Несмотря на очевидную неопределенность, с которой в настоящее время сталкиваются все в мире, у нас запланировано довольно много концертов на этот год. Мы и рады вернуться на сцену в Северной Америке этой весной и посетить некоторые европейские фестивали летом, а также огромный европейский тур в конце 22-го года. Уда Диркшнайдер, настоящая легенда немецкого хэви-металла, один из основателей и бывший вокалист группы Accept, вместе со своей группой Уда 22-го октября прошлого года выпустил новый альбом, который стал уже то ли 17-м, то ли 18-м полноформатником для коллектива. Шо? Опять? И вот недавно стало известно, что Уда выпустит новый альбом, который получил название My Way, и выйдет он 22-го апреля уже текущего года. Пластинка объявлена как самая личная и экстра-артенарная на сегодняшний день и содержит 17 кавер-версий тех песен, которые больше всего повлияли на музыканта. Среди них все виды классики из истории музыки, в том числе и те, которые от Уда не ожидал никто. За каждым треком стоит не только очень личная история, но и удивительная аранжировка, которая, несмотря на очень индивидуальную реализацию, живет и дышит стилем Уда. Среди песен, представленных на альбоме, будет даже кавер-версии на Тину Тернер. Сам Уда говорит о том, что мало кто знает, что когда-то я был большим поклонником Тины Тернер и особенно ее голоса. И мы всегда исполняли эту песню во время репетиций «Акцепт в первые дни». Это была одна из основ нашего репертуара репетиций в течение многих лет. К сожалению, никаких записей об этом нет. Кстати, в 22-м году Уда вновь посетит Россию с концертами. Но в Москве концерт состоится 27 февраля в «Известия Холл». Один из основателей и бывший участник Black Metal группы «Иммортал» Ольве Эйкема, он же Аббат, 25 марта этого года выпустит свой третий полноформатный альбом в рамках своей группы под одноименным названием. Пластинка выйдет на лейбле «Season of Mist». Будет называться «Dreadreader». В записи альбома принимали участие, ну, само собой, сам Аббат на гитаре, бас-гитаре и вокале, Оли Фаерстад – гитара и акустика, барабанщик Укри Сувелехта и, внимание, изгнанная по непонятным до сих пор причинам, басистка Мия Уоллес, которая приняла участие в записи баса для нескольких композиций. Альбом был записан сразу в двух студиях, а мастеринг был выполнен так вообще в Лос-Анджелесе. На пластинке будет 10 композиций, включая кавер-версию песни «Trapped Under Eyes» группы «Metalica» с альбома «Ride the Lightning». Пока же доступен сингл, на который был снят видеоклип «Dream Call» режиссером Франсиско Мюносом. В клипе снялся сам Аббат, местами пританцовывая и строя страшные гримасы, давая благодатную почву для новых интернет-мемов. В музыкальном плане это утяжеленный хэви-метал с некоторыми вкраплениями Блэка, достаточно мелодичный и со знакомым голосом самого Аббата. Посмотрим, что будет на альбоме. Кстати, Аббат планирует посетить Москву 1 июня 2022 года. Не совсем удачная дата, так как в этот день состоится концерт Мэйден. Тем не менее, для поклонников блэк-металла событие очень ожидаемое. Концерт состоится в «Известиях Холл». Одна из главных групп новой волны британского хэви-металла, «Saxon», выпустили второй сингл «Remember the Fallen» с нового альбома Carpe Diem, который должен выйти уже 4 февраля. Один из основателей вокалист коллектива Биф Байфорд рассказал, «Я хотел написать песню о ковиде, о людях, которые умерли, и рассказать о своем восприятии того, как это произошло». Некоторые аспекты всего этого довольно загадочные, и, конечно, это все еще не закончено. На новый сингл уже снят видеоклип, доступный на YouTube. Новый альбом был спродюсирован Энди Снипом, который сам является гитаристом и был участником групп «Саббат» и «Юдас Прист», а в качестве продюсера работал «Сакцеп», «Бенедикшн», «Кредилл Филф», «Эксодус» и многими другими. Гиф Байфорд продолжает. «Очевидно, что Энди очень хороший гитарист, но он не блюзовый гитарист, как наши ребята. Он скорее работает в современном стиле. У него отличный звук, и мы хотим сохранить тот британский, металлический гитарный звук, который мы создали для «Саксон». И он определенно вышел из 80-х. Как группа мы всегда пытаемся сделать что-то немного новое, немного смелое. Я люблю быстрый метал, и сейчас я пытаюсь привнести этот саксонский стиль в музыку, но в более современном стиле. Мы не звучим, как старая группа на записях, потому что мы не отступаем от нашего прошлого успеха и всегда пытаемся сделать отличный альбом. Появилась новая группа «Life to Die» от бывших участников группы «Dead». В новую группу, имеющую логотип, очень напоминающий логотип группы «Dead», входят гитарист и вокалист Мэтт Харви из «Exumed» и «Gruson», гитарист Рик Роуз, бывший участник «Dead», бас-гитарист Терри Батлер из «Obiture» и тоже бывший участник «Dead», и барабанщик «Gas Rios» из «Gruson». Молодой коллектив в настоящее время работает над своим дебютным EP и летом 2022 года планирует отправиться в тур с программой, состоящей из альбомов группы «Dead Leprosy» и «Scream Bloody Girl». Гитарист Рик Роуз, для меня будет абсолютной честью и удовольствием сыграть эти песни 34-летней давности на сцене с Терри Баттером после всех этих лет. Харви и Риус оба были очень рады объединению проекта. Харви сказал, когда мы с Гасом начали проект Грюсом, как трибьют группу «Dead», мы никогда не думали, что это придет к тому, что мы сыграем некоторые из наших любимых песен вместе с парнями, которые их записали. Но вот мы здесь, и я не мог быть более воодушевлен. Риус добавил, Когда Рик связался со мной по поводу своей идеи, я сразу же согласился, так как «Leprosy» – это мой любимый дэдметал-альбом всех времен. Я очень благодарен и рад, что Терри и Мэт тоже в группе. Батлер, Риус и Харви недавно приняли участие в трибьют-шоу, посвященном группе «Dead». Музыканты вместе с бывшим гитаристом «Dead» Джеймса Мёрфи выступали как группа «Living Monster City» вместе с другими бывшими участниками «Dead». Напомню, что 11-12 декабря в Тампе, штат Флорида, состоялись шоу, посвященный памяти Чака Шульдинера, которого не стало 13 декабря 2001 года. Группа «Mahem» включена в норвежский зал славы «Rogheim». «Rogheim» расположен в городе Тронхейм и является залом славы музыки в Норвегии. Лучшие образцы норвежской музыки с 50-х годов до сегодняшнего дня находятся в этом большом доме. Среди награжденных в разное время были и мировые звезды АХА и хардро-группа TNT. В 21-м году награды получили «Demon Rose» и «Casino Steel». Вряд ли вам о чем-то скажут эти названия. Но вот третьими награжденными стали одни из основателей и идейных вдохновителей второй волны блокметала культовая группа «Mahem». Новость о том, что «Mahem» был выбран в жюри из 250 претендентов для получения этой премии, была объявлена в марте 2021 года. Прошлогодние торжественные мероприятия прошли 8 и 9 сентября. События были показаны в виде 60-минутной программы вечером 29 декабря на главном телевизионном канале Государственной Норвежской обещательной корпорации. Ведущим в шоу был музыкант американского происхождения Томас Зельцер, бас-гитарист и основной композитор группы Turbo Negra. В настоящее время Томас является ведущим различных ток-шоу и документальных фильмов на государственно-норвежском национальном телеканале. На церемонии Зельцер заявил, что «Mahem» – самый большой культурный экспорт Норвегии со времен Грига и Мунка. Это может показаться странным, но это утверждение делается довольно часто. Кроме того, ходят слухи, что современные норвежские дипломаты иногда изучают сокращенную историю блэк-метала, чтобы лучше выполнять свои должностные обязанности. Таким образом, с момента своего образования в 1984 году, «Mahem» стали самой почитаемой и популярной блэк-метал-группой всех времен. На церемонии присутствовал бас-гитарист и один из основателей коллектива «Некробутчер» с некоторыми коллегами по группе – английским гитаристом Чарльзом Хедгером, гитаристом Теллахом и барабанщиком Хеллхаммером, который является участником «Mahem» с 1988 года. Таким образом, отсутствовал лишь вокалист Атила Чихар. Коллеги «Mahem» по блэк-метал-сцене собрали супергруппу, чтобы исполнить в их честь одну из лучших и самых знаменитых композиций «Mahem – Freezing Moon». Супергруппа включала следующих музыкантов – Гаал, бывший вокалист Гар-Гарот, Андерс Оден из «Кадавр», Самот и Трим Торсон из «Эмпера» и Сноури Рух из «Торранс», который в свое время был вторым гитаристом Мэйхи и даже написал некоторый материал для дебютного альбома «Де мистерия с дом Сатанос». Но, к сожалению, отбывал тюремное заключение, так как некоторым образом был причастен к убийству Иеронимуса в 2003 году. Барг-композиция символична еще и потому, что лирику к ней написал бывший вокалист Мэйхим Дед в 2008 году. Во многом благодаря именно этой композиции, а также таланту покойных Деда и Иеронимуса, группа Мэйхим добилась такой популярности и культового статуса. Группа «Криэйтор» записала новый альбом. Об этом вокалист и гитарист коллектива Милли Петровца объявил на своей странице в Инстаграм в канун Нового года. Это станет их юбилейным 15-м полноформатником и первым альбомом 2017 года, когда вышел «Годс оф Вайландс». Новая работа должна выйти летом этого года, а первый сингл уже совсем на подходе. Сам альбом был записан осенью 2021 года с продюсером Артуром Риском. Кроме того, это будет первый альбом с участием бас-гитариста Фредерика Леклерка, который заменил Кристиана Гизлера, который был членом «Криэйтор» более 20 лет. Последний альбом коллектива «Годс оф Вайландс», который вышел в 2017 году и собрал противоположные мнения. Многие критики обвинили креаторов в безликости, безидейности и самоплагиате. Другие говорили о том, что группа, возможно, достигла своей вершины, от альбома к альбому делает просто хорошую музыку. В любом случае, прошлый альбом – это интенсивный, разнообразный трэш-метал, еще более мелодичный и чуть менее скоростной, чем раньше. Кроме того, в альбоме использованы оркестровые аранжировки. Кстати, Миланд Петроца и Юркен Вентарайль с коллегами в апреле 2022 года посетят Россию с концертами, которые пройдут в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Вокалист и гитарист американской группы Trivia Мэтт Хиффи выпустил первый сингл из своего долгожданного блэк-метал проекта под названием «Айбараки» или «Ибараки». Еще в 2015 году Хиффи рассказывал в интервью о своем новом проекте. «Ибараки» изначально задумывался как блэк-метал группа, о которой я никогда никому не собирался рассказывать. Я собирался написать музыку, и она должна была быть довольно верной стилю второй волны 90-х. Блэк-метал вроде «Доктрон», раннего «Диму Бёргер» и раннего «Эмперор». Но хотя проект уходит своими корнями в блэк-метал, он стал чем-то гораздо большим. Это не просто блэк-метал, это все, что я когда-либо хотел попробовать. На первом сингле в качестве специального гостя присутствует и Сан из «Эмперор», который был соавтором лирики и сыграл гитарное соло, а также стал продюсером проекта. На первый сингл был снят видеоклип, который доступен на YouTube. Мэтт Хиффи объяснил, что название композиции означает «разрушение души». Это японский термин, которого раньше не существовало, но мы придумали его, чтобы отразить смысл песни. Композиция написана в соавторстве с Исаном, легендой и музыкантом, который долгое время оказывал влияние на меня во многом, что я делаю в музыке. Написание этой песни стало поворотным моментом для проекта. В ней было обобщено все из прошлого, настоящего и будущего, того, чем, по моему мнению, был, есть и может стать блэк-метал. Сам Хиффи, как известно, имеет японское происхождение, а Ибараки – это имя ужасающего японского демона, которое взято из легенды. Вот что говорит Хиффи о самом проекте. Моя любовь к блэк-металу в конечном итоге породила идею создания побочного музыкального проекта, основанного на тех же ранних ценностях норвежского блэк-металу, то есть проект, окутанный анонимностью, о котором никто никогда не узнает. Но это близорукость небольшой группы фанатов, которую я изначально хотел попытаться понять, но однажды я подружился с новым наставником, который помог изменить это мировоззрение, благодаря его музыкальному и художественному влиянию. Поэтому идея блэк-метал-проекта, которую я намеревался сделать, полностью приняла новую форму. В общем, как-то так. Получается, что изначально Хиффи хотел сделать что-то типа тру блэк-метала, образца начала 90-х, но старший товарищ в лице Исана его переубедил и в результате получилось не тру. Новая форма проекта, о которой сказал Хиффи, не очень далеко ушла от привычного тривиума, но с довольно большими кусками современного блэк-метала с кристально чистым и отшлифованным звуком. Довольно мелодичным, но в то же время мощным. Во всяком случае, дебютный альбом должен получиться довольно интересным. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.